Китай и Мадагаскар планируют укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. О важности развития этого направления для островной страны в эксклюзивном интервью медиакорпорации Китая рассказал в нее президент Андрей Рожоэлина. В сентябре лидера Мадагаскара попывал в Китае, в частности посидел базу по исследованию технологии производства гибридного риса в провинции Хунан. Он отметил, что в Мадагаскаре возлагают большие надежды на производство гибридного риса. Первую образцовую базу боевого культивирования в сотрудничестве с Китаем на Мадагаскаре создали в 2007 году, после того, как годом ранее на форме китайско-африканского сотрудничества Китай пообещал открыть в Африке 10 образцовых и сельскохозяйственных баз. Сейчас общая площадь посадки гибридного риса на Мадагаскаре превышает 75 тысяч гектаров. По этому показателю и по объему производства Мадагаскара занимает первое место среди африканских стран. В 80-е годы прошлого века Мадагаскар был крупным экспортером риса, африканской житницей. Но с тех пор наши технологии не сильно развивались и площади посадок не увеличивались. Сегодня у нас миллион 900 тысяч гектаров пахотных земель и еще 36 миллионов гектаров, пригодных для выращивания гибридного риса. Наша цель – изменить облик нашей страны, развивая рисоводство. Мы хотим снова стать продовольственной житницей Африки. И в этом плане сотрудничество с Китаем может сильно помочь. Благодаря гибридному рису, выведенному в Китае, производство риса в нашей стране может увеличиться в 4 раза.